Долгое время была инженером технической поддержки и успела поработать с базой знаний с разных сторон. То есть, например, пока я была инженером, я занималась наполнением базы знаний, созданием новых статей, их актуализацией. Когда стала этим видом, то уже взяла на себя более такие стратегические проекты, которые нацелены на улучшение не какой-то конкретной статьи, а базы знаний в целом. И таким образом, за примерно 6 лет работы с базой знаний я успела рассмотреть ее с разных сторон. Со временными компаниями все больше времени уделяют управлению знаниями, централизации их. И когда вообще встает вопрос о каком-то систематизировании знаний, то первое, что приходит на ум, это создание базы знаний. Допустим, у нас есть база знаний. Мы сделали ее публичной, а значит, она доступна как нам, так и нашим клиентам. Клиенты могут быть внешне или внутренне, в зависимости от специфики вашей компании. В нашем случае это внешние клиенты. Спустя полгода-год обнаруживается ряд проблем, с которыми так или иначе сталкиваются все. Когда с этими проблемами столкнулись мы, то подумали, а можно ли их решить с помощью базы знаний? И ответ был да. Таким образом, мы разработали для себя 5 критериев, которые указывают на то, что база знаний используется не на всю катушку. И сегодня я как раз расскажу о том, о какие подводные камни мы столкнулись, какие бенефиты смогли из этого извлечь, и как вообще проходил у нас этот процесс. Прежде чем перейти непосредственно к критериям, я хотела упомянуть, что мы работаем с методологией базы знаний под названием Knowledge Centered Service, или сокращенно KCS. КСС разработала сторонняя организация под названием Consortium for Service Innovation, и на самом деле они очень подробно описали всю философию КСС в нескольких гайдах, в нескольких дополнительных документах. Поэтому я не буду рассказывать теорию, а лишь практику и, собственно, опыта. На случай, если кто-то все-таки заинтересуется этой темой, в конце презентации будет ссылка на официальный сайт Consortium. Итак, давайте разбираться с критериями. Критерий номер один. Сотрудники прокачиваются, получаются новые экспертизы, а время решения вопросов не сокращается. Как ситуация выглядит в целом? Пришла какая-то заявка, инженер ее решил. Через какое-то время приходит идентичная заявка, ее берет другой инженер и решает плюс-минус за то же самое время. Итак, пятый, двадцатый, пятидесятый раз. Но если первый инженер, который с этой проблемой уже записал решение, уже его нашел, то почему время решения не изменилось? И, как мы выяснили, это связано с тем, что люди вместо того, чтобы написать статью и там задокументировать решение, то есть в базе знаний, они все это делали в своих личных заметках. Кто-то Evernote использовал, кто-то OneNote. Не принципиально. И решение напрашивалось само собой. Нужно заставить всех писать в базу знаний. И тут мы столкнулись с тем, что вообще, почему люди этого не делают. И, как выяснилось, причины массовых две. Не хочу и не могу. Не хочу, в свою очередь, может означать, как я не вижу выгода для себя. Так и, например, мне просто это не нравится. Давайте разбираться с каждой из этих причин. Не хочу, не вижу выгода для себя. В нашем случае проблема скрывалась в корпоративной культуре. Например, у нас долгое время существовал рейтинг саппорт инженеров. В течение года инженеры набирали баллы за определенные действия, за определенные KPI. И в конце года люди, которые заняли первые места, получали призы и какие-то подарки. На тот момент я была инженером. И, поверьте, мне совсем не хотелось терять те преимущества в виде каких-то знаний, которые доступны только мне. Также мы столкнулись с тем, что работа со статьями должна быть оценена, то есть включена в личный KPI сотрудника. KPI необходимо тщательно проработать. И, например, нельзя ставить цель на количество созданных статей, потому что ее легко похачить, создав кучу дупликатов, которые никому не будут нужны. Например, гораздо эффективнее ставить цель в виде того, чтобы каждая заявка заканчивалась статьей. На самом деле у нас цели менялись в зависимости от той стадии развития KCS, на которой мы находились. И эти цели очень подробно описаны в одном из гайдов, предоставляемых консорциумом в adoption guide. Поэтому я не буду очень подробно на этом устанавливаться. Давайте лучше посмотрим, как это вообще в целом. То есть если подытожить вот эту вот не вижу выгоды для себя, вот эту причину, то, по сути, у вас не должно быть конфликта между личными интересами сотрудника и тем, что вы просите. База знаний лучше всего работает в командной среде. Со второй проблемой «мне это не нравится» будет немножко сложнее. Нужно действительно разобраться, почему это не нравится человеку. Выспрашивать его. Возможно, он действительно видит какие-то причины, по которым данная система является неприемлемой. Когда мы только внедряли KCS, то столкнулись с тем, что не всем понравилось писать статьи. Были люди, которые ориентированы на работу именно техническую, которым нравилось решать проблемы клиентов. И они не понимали, зачем нужно тратить время на написание какой-то статьи, если это же время они могут потратить на помощь другому клиенту. И мы столкнулись с тем, что эти сотрудники решили уволиться. Это был тот подводный камень, о котором изначально мы не догадывались, когда вообще начали внедрять базу знаний. Таким образом, так как в централизованном документировании в целом очень важно, чтобы этим занимались все люди и все это делали, нужно принимать этот риск, что некоторые люди либо сами идут, либо вам придется с ними попрощаться. Вторая причина глобальная «не могу». И на самом деле почему-то многие менеджеры об этом не задумываются, что люди могут не выполнять какую-то работу просто потому, что они не знают, как ее выполнять. То есть процесс документирования должен быть максимально простым и понятным. Нам, безусловно, в этом помогли внутренние гайды, например, как создать статью. Но больше всего нам помогли шаблоны для статей. Для чего они вообще нужны? Чтобы человек понимал, что ему следует писать в статью. Чтобы это не было сочинением на вольную тему. Учитывая специфику нашей работы, мы выработали для себя два таких шаблона. Первый – это так называемые «how to» статьи, то есть статьи «вопрос-ответ». У них два поля – «question» и «answer». Все статьи у нас на английском языке, поэтому здесь тоже. И второй тип статей – это там, где есть проблема, где человек приходит к нам и говорит «у меня не работает». И в этих статьях три поля – «symptoms», «cause» и «resolution». Давайте посмотрим на примеры таких статей. Первое – это «how to» статья, как и говорила, полностью на английском языке. Из таких моментов, которые мы всегда стараемся использовать при написании статей, во-первых, это скриншоты и видео. То есть мы стараемся максимально упростить статьи для понимания клиентов. Ну и, конечно же, мы, так как не все наши клиенты являются native-спикерами английского языка, мы не используем сложные грамматические конструкции, просто директивно. Возьми это, сделай то. Это пример статьи, где есть проблемы, «symptoms cause resolution». Технически они обычно сложнее, чем «how to» статьи, но чтобы клиентам было максимально просто их применить, мы расписываем все максимально детально по шагам. То есть все, что остается клиенту – это «control-C», «control-V» команду. Все. Что дал нам такой подход, когда мы стали вовлекать, заставили всех писать в статью? В статьи. Во-первых, безусловно, мы увеличили скорость решения проблем на 16%. И второй очень важный момент – то, что заявки стали закрываться с первого ответа на 40% чаще. Это и понятно, потому что, когда поступает новая заявка, инженеру не нужно заново придумывать решение, он знает, что такая статья уже есть. Он просто берет этот solution, это решение и отправляет его клиенту. Критерий номер два. База знаний растет, количество клиентов увеличивается, а вопросы от них все те же. Со временем у нас тоже появлялось все больше клиентов, но мы стали замечать то, что и новые клиенты, и уже знакомые нам приходят с одними и теми же вопросами. И в первом критерии мы уже настроили централизованное документирование. То есть по-любому статьи с решением этих проблем есть, но почему-то клиенты их не находят. И причина этой проблемы скрывалась в том, что мы записывали статьи языком сотрудника, а не клиента. То есть если взять пример статьи из первого критерия, Symptoms Cause Resolution, то симптомы были записаны так, что их не могли найти. Решение записывать проблему так, описывать проблему так, как ее видит клиент. Переведу пример. Есть человек, у которого есть сайт. Он заходит на свой сайт и видит 502 ошибку. Это то, что видит клиент. Он не знает, что в одном из десятков логов на сервере есть упоминание о том, что какой-то сервис не стартует, и из-за этого не работает его сайт. Он никогда к вам с этим не придет. Он приходит именно с тем, что у него ошибка. И та же самая история с поиском по базе. Если симптомы будут записаны, например, в данном случае будут только ошибки из логов и не будет того, что видит клиент, он никогда не найдет эту статью, а значит, и придет к вам за помощью. Что дал нам этот подход, когда мы начали записывать проблему так, как видит ее клиент? Во-первых, до 50% заявок стали решаться на моменте их заведения. То есть, по сути, до нас они перестали доходить. Каким образом? У нас есть форма на сайте для заведения заявки. И когда человек описывает свою проблему в этой заявке, ему автоматически всплывает выпадашка с какими-то статьями, которые потенциально могут решить его проблему. И люди действительно этим пользуются. Им гораздо быстрее самим решить проблему, чем ждать ответа от инженера технической поддержки. И второй очень важный момент в том, что сотрудникам нашим стало интереснее работать. Им не приходилось решать одни и те же вопросы миллион раз, и удовольствие от работы выросло. А значит, и процент удержания сотрудников тоже. Критерий номер три. Вы сделали крутые анбординг-тренинги, но после их прохождения новенькие все равно буксуют. Когда я слышу об этом, то первое, что мне приходит на ум, это мы взяли не тех людей. Но мы сами провели собеседование. Мы сами отобрали кандидатов и решили, что они нам подходят по каким-то критериям. Значит, проблема не в них. Как вообще устроен отборник в Плеске? После того, как мы взяли человека, он на месяц попадает в отдел обучения. И тренера дают ему необходимый базис по знаниям. После этого человек уже попадает в команду, в которой ему предстоит работать. Безусловно, ему помогает тимлидер. Он представляет к нему также коуча, то есть какого-то опытного сотрудника из команды, который объясняет какие-то процессы, как работать с базой знаний, как писать эти статьи. То есть после того, как... После месяца обучения у тренеров нам приходилось тратить дополнительное время на то, чтобы обучить сотрудника. То есть мы тратили время уже опытного сотрудника и время тимлидера. И таким образом мы получали долгий и дорогостоящий анбординг. Когда мы об этом задумались, то решили, что нужно найти баланс. Баланс между тренингами по продукту и тренингами по процессам. Безусловно, очень важно дать базис по продукту. Но разве не менее важно научить человека работать с базой знаний? Например, как искать статьи? Когда их стоит искать? И эти простые вопросы... Ответы на эти вопросы кажутся очевидными. Но приведу вам два примера. Возьмем условного инженера технической поддержки Женю. Пришла новая заявка, и Женя взялся ее решать. Первое, что он сделал, он тут же начал применять все знания, которые у него есть. Самостоятельно что-то делать, исследовать. Когда у него не получилось с помощью его знаний решить, он начал искать решения на каких-то сторонних формах. Гуглить. Возможно, использовать знания другого инженера. То есть спрашивать, отвлекать у него. Через какое-то время идеи иссякли. И Женя решил поискать в базе знаний. Буквально с первого симптома он нашел статью, применил решение и тут же закрыл заявку. То есть он потратил много времени на то, чтобы на выдумывание каких-то решений, на изобретение колеса, когда уже есть статья с этим решением, и все, что нужно было, это лишь ее найти. Как можно было сделать по-другому? Женя пришла новая заявка, и он тут же начал искать в базе знаний. Безусловно, человек, который заводит заявку, он описывает какой-то симптом, по которому он решил, что у него что-то не работает. И вот по этому симптому Женя ищет в базе знаний. Допустим, Женя не нашел с помощью этого симптома решение. Он ищет новые симптомы, а затем снова ищет в базе знаний. Со второго раза он нашел статью, применил решение и закрыл заявку. То есть вместо того, чтобы выискивать решение, Женя искал симптомы во втором случае. Давайте посмотрим на время. В первом случае и во втором. В первом случае заявка решалась примерно на треть больше, дольше, чем во втором случае. Поэтому очень важно знать, когда и как искать в базе знаний. На самом деле, этот пример, второй, описывает очень важный принцип с названием search earlier, search often. То есть ищи раньше, ищи чаще. Он говорит о том, что искать в базе знаний нужно на каждом из этапов решения заявки искать с помощью каждого симптома. Ведь, как во втором примере, если вы не нашли по первому симптому заявку, то, возможно, по второму она найдется. Что, какие преимущества, какие бенефиты мы получили от такого подхода? Во-первых, наши сотрудники стали быстрее обучаться, новенькие. Они во время обучения у тренеров их учили не только техническим знаниям, но и как диагностировать проблемы. И выходя в команды, они уже научились диагностировать, и все, что им оставалось, это получать необходимые теоретические знания из статей и тут же их применять. Второе, это то, что инженеры начали получать подсказки из статей. К примеру, человек нашел статью, но чтобы убедиться, что она ему подходит, что это та статья, которая ему нужна, ему нужно запустить еще одну команду, о которой он мог до этого и не знать. И два вот этих пункта дали такой очень большой эффект, а именно то, что новички, время, которое требовалось новичкам на то, чтобы стать автономными работниками, оно очень сильно уменьшилось. В нашем случае оно упало с полугода до двух-трех месяцев, в зависимости от входных знаний сотрудника. Еще бенефиты, которые мы из этого извлекли, это, во-первых, в базе знаний стало меньше дупликатов. Дупликаты захламляют базу знаний и, скажем так, ухудшают поиск по ней. И четвертый пункт, это то, что мы стали постоянно улучшать статьи. Если взять пример с Женей, вот по первому симптому он не нашел, статью по второму нашел, но, по сути, ему должно было изначально хватить первого. То есть необходимо вот этот первый симптом добавить в статью. Вот оно улучшение. Критерий номер четыре. Только ограниченный круг людей пишет в базу знаний. И, казалось бы, что в этом плохого? Мы также думали, поэтому посадили самых технически скилловых ребят писать статьи. В итоге мы получили то, что статьи были настолько тяжело описаны, что их не то, чтобы применить тяжело было, их даже тяжело было найти другим сотрудникам. Окей, не получилось с технически скилловыми ребятами. Давайте посадим тех, у кого самые крутые знания по английскому языку. Безусловно, мы добились эффекта. Статьи стали более читаемыми, более легко воспринимаемыми. Но порой упускались какие-то технические детали, которые были критично важны. И теперь представьте. У нас есть пять человек, которые занимаются наполнением базы знаний. За неделю. Первое. Им нужно создать плюс-минус 200 статей и сделать это, безусловно, качественно. Второе. Им нужно актуализировать уже имеющийся стат базы знаний. А этих статей может быть тысячи. В нашем случае это 11 тысяч статей на данный момент. Что тут происходит? Какие сайд-эффекты? Во-первых, возникает проблема приоритизации. Какую статью создать сейчас, а какую позже? Какую стоит актуализировать сейчас, а какая может подождать? Те статьи, которые мы решили отложить, они, безусловно, устаревают. А что, если именно они потребуются клиентам? Мы не можем этого знать. И третье, то, что люди, которые записывают знания, но не используют их, они быстро теряют техническую экспертизу. Это происходит с любыми чисто теоретическими знаниями. Чтобы решить эту проблему, первое, что мы сделали, это начали вовлекать всех сотрудников в процесс документирования. Мы отменили вот эти группы, группы SME, группы ребят с крутым английским. Все начали записывать в базу знаний. Безусловно, знания важны как джуниора, так и сеньора. Это не имеет значения. И второй момент, который мы изменили в подходе, это то, что мы начали записывать только те знания, с которыми к нам приходят. То есть, если человек пришел с каким-то вопросом, то у нас нет какой-то статьи по ходу какого-то знания, и нам нужно его задокументировать. Простой принцип – нет спроса, нет предложения. Чего мы добились отменой вот этих вот групп? Во-первых, то, что рост технической экспертизы у ребят вырос на 70%. Дело в том, что помимо записи этих знаний, они также тут же применяли их, и это дало свой эффект. Второе и очень важное то, что ежегодный опросник показал, что сотрудники на 30% стали более довольны своей работой. Все из-за отмены вот этой вот рутинной работы, решения однообразных задач. То есть мы уменьшили вероятность выгорания сотрудников. И третье – то, что мы постоянно стали держать статьи актуальными. Критерий номер пять. Ни налой фичи, ни фикс-багов не улучшают Net Promoter Score продукта, либо улучшают его незначительно. На первый взгляд этот критерий никак не связан с базой знаний, но это лишь на первый. Представьте такую ситуацию. Что мы могли бы обнаружить какой-то функционал, который необходим клиентам, даже не спрашивая их об этом. Разве не цель вообще бизнеса, то чтобы, ну, IT-бизнес в данном случае, чтобы продукт, который мы делаем, нравился нашим клиентам, чтобы они им пользовались и были довольны функционалом. Как это работает в целом? Представьте, что у каждой статьи есть свой счетчик, и он накручивается каждый раз, когда статью просматривают. У нас была ситуация, что одна и та же статья была в топе по количеству просмотров в течение нескольких месяцев. Эта статья описывала, какие порты необходимо открыть на сервере после установки нашего продукта Клеск. Когда мы это обнаружили, то подумали, а зачем люди постоянно их открывают? Разве не проще нам самим это делать? И таким образом, статья, единожды создав статью, мы открыли для себя пользовательский сценарий, о котором никто раньше не догадывался. С этим сценарием мы пошли к разработчикам, они привинтили простенький постенсалт скрипт, который открывал необходимые порты на сервере, и статья тут же ушла из топа по количеству просмотров. То есть необходимость в ней пропала. Продукт стал более интуитивным и простым в конфигурировании, а значит и удовольствие от его использования увеличилось. И нет ли цель, чтобы текущим клиентам нравился ваш продукт, они рекомендовали его другим своим коллегам, и те тоже начинали его использовать. Прямая выгода. Мы разобрали с вами пять критериев, но я решила добавить еще один, потому что считаю его очень важным. Итак, критерий номер шесть. А, да, конечно же. Я упустила очень важный момент решения. Что делать в этом случае? Если, вот, как вообще найти решение, вот такое, да, чтобы можно было анализировать статьи? Во-первых, необходимо сопоставить заявку и статью. То есть нужна техническая возможность узнать, какая статья помогла вот в этой конкретной заявке. Второй момент – это то, что нужно анализировать статьи, анализировать их просмотры. Мы помимо просмотров также смотрим на комментарии к статьям и используем приложение, которое называется Hotjar. То есть люди оставляют комментарии, понравилось им, не понравилась статья, помогла, не помогла. Если нет, то почему? На самом деле сейчас многие хелп-центры предлагают функционал, различный функционал для того, чтобы анализировать ваши статьи, ваши заявки. Если же нет, то можно прикрутить Google Аналитику, бесплатный сервис и использовать его. Теперь дальше. Шестой критерий, о котором я уже немножко заспойлерила. Сотрудники либо топ-менеджмент не понимают, зачем нужна база знаний. Как вообще это понять? Например, ваши сотрудники делают статьи через раз. То пишут их, то не пишут, но после пинка руководителя снова принимаются за работу. Топ-менеджеры, они начинают выделять все меньше и меньше ресурсов на то, чтобы развивать базу знаний. И если такая ситуация происходит, то это беда. Убеждение топ-менеджмента в том, что вам необходима база знаний, это шаг номер ноль, который должен быть предпринят еще до того, как все это, начинать всю эту затею. И решение на самом деле простое, я думаю, вы уже о нем догадались. Нужно убедить всех людей, вовлеченных в процесс документирования знаний, что им это нужно, конкретно им. На примере компании Плеск у нас есть три звена, которые вовлечены. Первое – это инженеры технической поддержки. Второе – это тимлиды и оперейшнс-менеджеры. И третье – это директор и вице-президент. Давайте разберем каждый этих случаев. Во-первых, инженерам наверняка понравится решать только новые задачи, не тратить время на уже решенные, их работа разнообразится. И если изначально, когда мы только начинали использовать KCS, некоторых людей нужно было заставлять писать статьи, то сейчас написание статьи для наших инженеров – столь же естественная задача, как и технический аспект работы. Людям нравится делиться знаниями. Они знают, что их знание, то, что они нашли, поможет другому. Вторая группа людей – это тимлиды и оперейшнс-менеджеры. Их сотрудники более довольны своей работой. Они работают в команде слаженно, уменьшается текучка. Вот они все плюсы. То, что необходимо менеджерам. Но если мы говорим о директоре и вице-президенте, то есть о топ-менеджменте, то здесь следует обратить внимание на такую метрику, как Return of Investment. То есть показать, что вложенные в развитие базы знаний средства окупятся. В нашем случае мы смогли предотвратить рост штата технической поддержки на 25%. И это при том, что за два года у нас был рост клиентской базы на 18%. И несмотря на это, мы смогли сохранить объем заявок плюс-минус стабильным. Все за счет того, что люди сами находили свои решения. Решение своих проблем. И прямая зависимость. Не растет headcount, не растут затраты на техническую поддержку. Это то, что, по сути, может убедить топ-менеджеров. Шесть критериев. Вместо обещанных пять. Мы поговорили много о чем, поэтому давайте подведем итоги, чтобы это все как-то уложить. Что нужно сделать? Во-первых, научите сотрудников работать с базой знаний. Сделайте тренинги об этом. Таким образом, вы уменьшите порог вхождения человека в автономный процесс работы. В нашем случае он упал с полугода до двух-трех месяцев. Второе. Вовлекайте всех сотрудников в процесс документирования. Не важно, джун или сеньор, мастер. Все знания важны. Третье. Записывайте все знания, с которыми вы сталкиваетесь. Опять же, не бывают знаний, которые не нужны. Четвертое. Убедитесь, что все вовлеченные в работу со статьями люди понимают ценность. Понимают ценность именно для них. Объясните им это. Четвертое. Пятое. Не пытайтесь думать за клиентов и писать статьи проактивно. Если человек приходит вам за каким-то знанием, предоставьте его. Но не нужно писать его заранее. Таким образом, вы сэкономите время на работу со статьями. И последнее. Это, безусловно, нужно анализировать посещаемость статей и использовать ее в своих целях. Например, для улучшения того продукта, который вы предоставляете. Безусловно, некоторые перечисленные мной критерии могут быть абсолютно не связаны с базой знаний. Но мы ведь с вами тут и говорим именно о знаниях. Поэтому просто необходимо проверить и убедиться, что эти проблемы не связаны с базой. И хотелось сказать одну такую вещь. База знаний – это не то, что является дополнением к решению проблемы. Это и есть метод их решения. На этом мой доклад заканчивается. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Анжелика. Вообще, мне пока везет. Уже второй докладчик от компании, чьими продуктами я так или иначе пользовался в своей работе. Самое время переходить к серии вопросов и ответов. Если вы хотите задать свой вопрос Анжелике, заходите по ссылке в Zoom. Ссылка над самой трансляцией. И паролями является слово no. Пишется как no. И в качестве шпаргалки – это первые четыре буквы названия конференции. Важно! Выключите звук трансляции. Ну, а пока нет желающих задать свой вопрос, пообщаюсь с Анжеликой я. Интересный момент. По поводу критериев плохой базы знаний, я думал, их гораздо больше, чем просто пять. Я так понимаю, ты самые основные выбрала, правильно? Да, это на самом деле самые основные и те, которые не всегда очевидны. То есть, например, с NPS продукта, что не растет удовлетворенности, казалось бы. Причем базы знаний и NPS. Хотелось рассказать именно о новых, о том, что что-то новое привнести. У меня вот возник интересный момент. Ты на шестнадцатом или семнадцатом слайде рассказывала про пример, там, про Женю, который сначала пытается сделать задачу сам, а потом уже идет в базу знаний. И вот смотри, как быть? Ведь же вот бывает ситуация, что реально быстрее решить задачу, а ты вроде бы как продвигала идею, то, что надо сначала искать, потом искать, а потом только начинать делать. То есть, если вдруг уже решение есть в голове, то тоже стоит идти по этому пути? Или все-таки можно сразу сходу решить и двигаться дальше? А ты уверен, что это очень оптимальное решение? Возможно, уже действительно люди сталкивались с такой же ситуацией и нашли какую-то... Да, да, да. Вопрос интересный, вопрос интересный, да. Но все же, все же. Я не знаю, может быть, я живу в другой реальности, да, то есть, ну, у меня компания некрупная, и у нас, может быть, база знаний достаточно обширная, чтобы в ней было удобно искать. Очень часто получается у нас как раз-таки обратный кейс, то, что мы сначала решаем задачу, а потом уже пишем об этом документацию. И да, иногда бывают ситуации, когда в документации уже есть данный пост. Вот как бы заранее бы знать о том, что вот это точно где-то описано, а это точно где-то не описано. Как такую ситуацию можно решить? Безусловно, это зависит от специфики, да, компании. То есть, если продукт сам по себе, например, не такой сложный, да, именно по реализации, к примеру, то, возможно, действительно проще сначала самому решить, а потом поискать в статьях. Главное – это не создать дупликата. То есть, здесь такой еще важный момент. Ты правильно понимаешь, потому что, например, после того, как ты решил проблему, ты решил поискать в базе знаний. И это важный шаг. То есть, грубо говоря, нужно искать не только по симптомам, но и по решению проблемы. То есть, по решению, которое ты уже применил. Вот, так что, если это действительно так работает, удобно конкретно вот для вашей компании, то почему бы и нет. То есть, база знаний работает, должна работать на вас. Она не должна быть какой-то обузой, да, что нужно делать только так. Я понял, спасибо. Слушай, мне сообщают то, что у нас там вопросы в Zoom уже есть, и я с радостью приглашаю в нашу виртуальную студию первого человека, который хотел бы задать вопрос. Привет, представься и вперед. Не слышно, к сожалению, не слышно. Видно прекрасно, но не слышно, что ты говоришь. Я попробую по губам почитать, но он сказал там привет, что-то еще. И вот улыбнулся сейчас. Скорее всего, он хотел задать какой-то интересный вопрос, но его, к сожалению, пока что не слышно. Я даже не знаю, как его зовут. А, я знаю, это же Слава. В общем, привет, меня зовут Слава, я пытаюсь как бы за него вопрос тебе задавать, но пока что звука, к сожалению, так и нет. Интересная ситуация. Обычно, наоборот, проблема с тем, что видео нет, а звук есть отличный. Но ничего, сейчас я уверен, что Слава проблему решит. Вот или я, что будет быстрее, но Слава решит проблему, или я научусь по губам читать. О, Слава решил перезайти попробовать. Хорошо, ну, тогда я бы сейчас посмотрю. Я тут готовил еще вопрос, пока слушал твой доклад. Мне теперь осталось бы только найти среди вопросов. А, как этот подход вовлекать разработчиков? Соответственно, в общем, вопрос такой, как только будет готов докладчик вопрос из зума, вы сразу заходите, я прерву свой вопрос. Но пока задаю его я. Соответственно, вот смотри, ситуация такая. А ты говоришь, что надо сначала искать, искать, а потом делать. Окей, я это принял на себя. Хорошо, я так живу, но я руководитель. Я договорился с теми ледами, чтобы они так делали. А как вовлекать всех сотрудников дальше, если мы говорим о высокой иерархии, о большом количестве людей в компании, и мы хотим, чтобы все этим занимались? Как в это вовлекать? Во-первых, убедиться, что сотрудникам это нужно. Убедиться, что им это нужно, и объяснить им, что это нужно. На самом деле, у нас сейчас настолько... У нас очень хорошо сейчас настроен процесс общения с разработчиками. Я как бы все-таки работаю в клинической поддержке, и в основном наполнением базы знаний занимаемся мы. Но сейчас уже разработчики поняли фишку базы знаний, что она им тоже может быть полезна, например, приоритизация каких-то багов и фичей. И зачастую они к нам сами приходят и просят написать, например, какую-то статью. Это вот то самое исключение, о котором я не сказала, что да, безусловно, не стоит писать статьи проактивно. Но если, например, вышел какой-то новый функционал, о котором разработчики хотят рассказать, и просят написать статью об этом. То есть первое, убедиться, что нужно это разработчикам. Если это нет, то выставите процесс по-другому. В данном случае они приходят к нам. Я понял, спасибо. И так, я бы хотел бы задать вопрос, услышать вопрос, вернее, от человека из зума, вот Слава, который появлялся ненадолго, и я надеюсь, что проблемы решены. И вот прямо сейчас появится человек в трансляции и задаст свой вопрос. Потому что у меня вопросы подходят к концу, и я уверен, что там интересный вопрос. О, так, попытка номер два. Слава, говори. Очень жаль, очень жаль, ситуация примерно повторилась. Тебя снова не слышно. Может быть, у нас есть там еще другие желающие задать свой вопрос, чтобы мы пока что послушали другие вопросы и потом двигались дальше. А то я-то, не, я-то могу долго задавать свои вопросы, потому что у меня, по сути, своя компания, и вопрос шаринга знаний, тем более с человеком, который глубоко находится в плеск с этим вопросом, то классно. То есть я плеском... Я, правда, мы сейчас не пользуемся вашим продуктом, но раньше пользовались и были, в принципе, довольны. Просто переход к докерам и так далее, он как-то отодвинул необходимость в хостинг-панелях. Итак, может быть, нам сейчас покажут вопросы с Zoom или все еще нет? Ага. Ну, окей. В общем, никого нету. И я предлагаю всем переходить в дискуссионную комнату Zoom. Как я сказал, ссылка расположена на трансляции, пароль No, первые четыре буквы названия конференции. И спасибо большое, Анжелика, за доклад. Было действительно очень интересно и полезно. И я приглашаю тебя тоже в эту дискуссионную комнату. И мы будем двигаться дальше. Да, Дмитрий, вижу руку, вижу, давно будет поднято. Сейчас ждем Анжелику, она к нам зайдет и начнем сессию вопрос-ответ. Да нет, мне не принципиально, на самом деле, кто будет первым. Что-то пошло не так с трансляцией, почему-то меня было не слышно, хотя здесь говорят в этой комнате. Нет, Дмитрий был первым, поэтому он первым задает вопрос. В Zoom все было слышно, просто, видимо, не было трансляции Zoom в общую конференцию. Ну, видимо, да, проблемы трансляции, ну, какие-то технические такие неполадки случаются. Сейчас подождем Анжелику, и можно будет позадавать вопросы. Мне тоже охота задать свой вопрос. Всем привет. О, супер, Анжелика подключилась к нам. Анжелика, привет. Привет всем. Я пытался два раза задать вопрос в конференции, ничего-то не случилось. У нас тут, на самом деле, много вопросов, много поднятых рук. И давайте начнем по порядку. Дмитрий хочет задать. Сейчас я ему дам слово. Привет. Спасибо за доклад. Очень интересно, содержательно, и все по делу. Я, если честно, плохо очень слышал последний вопрос, который задавали там в основном чате, потому что здесь уже в Zoom был. Извини, если я его задам второй раз. Но есть ли внутренняя и внешняя база знаний у вас в компании? И как вообще вы научились разделять вопросы чисто для разработческих? Ну, к примеру, почему вот это поле там называется КУС-1, а не как-нибудь там более человекообразно? Или почему вот этот вот код написан там в виде каких-то микросервисов на Эриксире, а не на чем-нибудь еще? То есть какие-то сугубо технические вопросы, которые нужны разработке, но которые для конечных пользователей будут абсолютно непонятными. И действительно такие человекоподобные, человекочитаемые, хорошие знания, полезные для пользователей. Вот как вы делите эти два мира, как вы делите, как вы их дружите между собой? И второй, так скажем, подвопрос, это вот как вы, каким инструментом вы научили разработчиков писать документацию, чтобы это было быстро? Потому что для разработчика обычно ему максимум в джире написать что-то в тикете – это уже огромный прогресс. То есть если, например, еще и в конфлиенс надо зайти, что-то там написать, это уже много кликов и долго, и как бы хочется уже заняться чем-то полезным. Вот, соответственно, как дружите и какой инструментарий? Поняла ваш вопрос, Митрий, спасибо. Смотрите, во-первых, очень важный момент – то, что база знаний – это не то же самое, что документация. Это два разных мира, которые у нас разделены. Да, у нас есть документация по продукту, ей занимаются техдоки, они ее наполняют, они за ней следят. База знаний у нас предназначена именно для решения проблем, связанных с продуктом. То есть в основном он не описывает, как он работает, для этого есть документация. Именно проблемы какие-то или такие частные вопросы. Что касается разработчиков. Естественно, такие моменты, как внутренняя реализация продукта в базе знаний не описаны. Вот в той публичной, которая доступна клиентам. Именно для таких вопросов, которые вы упомянули, наши разработчики пишут на конфлюенсии. То есть они это делают для себя. У них тоже своеобразная база знаний и иерархия в ней. Поэтому эти два мира немножко разные. Если им нужно то, что что-то стало публичным, например, они знают, что, не знаю, в следующей версии продукта стрельнет какой-то баг, какой-то вопрос, они могут попросить нас, к примеру, написать статью и сделают ссылку к продукте на нее, чтобы клиент там нашел. То есть это два разных мира, которые в нашем случае очень редко пересекаются. И что касается еще базы знаний, есть статьи, которые прям публичные, которые доступны клиентам, а есть те, которые доступны только инженерам. То есть даже не то, что инженерам, а то, что доступны только сотрудникам Плеска. Это как раз какие-то непроверенные статьи, возможно, с каким-то сложным решением или еще что-то. То есть если они действительно нужны в публичном, то рано или поздно, впоследствии какого-то ревьюза мы их сделаем такими таковыми. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий, спасибо за вопрос. Анжелика, не забывай, надо будет потом выбрать самый классный вопрос. Надо помнить, что задают. Так, у нас есть еще руки. Александр поднимает руку. Да, приветствую, Анжелика. Приветствую компанию Плеск. Привет всем техническим писателям, особенно Николаю Валентину и вообще всему коллективу. Знаю, что вы очень много делаете для развития баз знаний, технической документации. Вообще, ребята, молодцы. Спасибо за доклад. Смотрите, я чуть-чуть там задержкой в три минуты подключился к докладу, но как раз подключился в тот момент, когда вы говорили о том, что нужно мотивировать, говорить сотрудникам, чтобы они наполняли базу знаний. И случайно, может быть, вы меня поправите, услышал такое слово, как заставить, что меня немножко напугало. Поэтому вопрос мой такой состоит, наверное, из двух частей. То есть, неужели вы заставляли кого-то писать, и тогда вытекает хорошо. Если мы не заставляем, то тогда как вы, какие методы вы применяли для мотивации сотрудников, чтобы все-таки они реально туда оставляли знания, а не по принципу того, что написал там, да, отчитался и забыл. Спасибо. Спасибо за вопрос, Александр. Да, действительно, я помню, такое слово прозвучало. Безусловно, какого-то кнута, как такового, не было. Что мы делали? Мы пытались разобраться причина, почему человек туда не пишет, почему он не наполняет ее. На мой взгляд, централизованное документирование важно, чтобы все этим занимались, то есть, чтобы не было тех людей, которые, ну, за меня, наверное, кто-то другой напишет, вот он в следующий раз встретит такую проблему, вот он ее и запишет. Так это не работает. Это не будет действительно эффективно, если мы об этом говорим. Не будет база знаний эффективной в таком случае. И если говорить на кнуте, возможно, это можно таким образом назвать то, что вот некоторые сотрудники решили уволиться. То есть, они настолько не приняли этот процесс, вот саму необходимость написания статей, что они решили уволиться. И впоследствии мы осознали, что это даже хорошо. То есть, если мы ставим перед собой цель для того, чтобы там, цель создать эффективную базу знаний, которая будет работать, да, там, возможно, в тот момент, да, ушли какие-нибудь технические очень крутые ребята и как-то нас заэффектили, как, например, как техническую поддержку. Но это работает на будущее. То есть, в будущее нам это дало гораздо больший эффект, чем вот на тот момент потери, так сказать. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Лариса, вижу, руку прям физически поднимаешь. Здравствуйте. Давайте по порядку. Руку сначала подняла Евгения Рачковская. Давайте, у нее есть вопрос. Евгения, вам слово. Да, здравствуйте. Меня слышно? Слышно, да, давайте. Анжелика, спасибо большое за интересный доклад. Подскажите, пожалуйста, у меня возник вопрос по тезису, пишем языком клиента. Сталкиваетесь ли вы или сталкивались ранее, что клиент использует свою терминологию или слен для характеристики каких-то особенностей системы или модулей, несмотря на то, что есть актуальная база знаний и наличие глоссария по ней. И возникает ли у новичков техподдержки и трудности перевода при решении подобных вопросов. И что вы можете посоветовать, чтобы урегулировать такую ситуацию? Поняла ваш вопрос, Евгения. Безусловно, так или иначе с этим сталкиваемся. К примеру, человек приходит и называет функционал таким образом, каким просто, ну, у нас он по-другому называется, у нас, например, в ГУЕ просто по-другому записано элементарно. Что мы делаем в данном случае? Если мы видим, что действительно клиентам таким образом проще понимать статью, проще понимать проблему, описывать ее, да, то мы стараемся это слово, если оно, да, вообще приемлемое для написания публичной базы знаний, как-то его использовать. Ну, к примеру, в тайтле статье, в заголовке, да, описать проблему одним способом, да, а в теле статьи другим. Ну, например, how to статьи, да, к примеру, тайтл будет называться how to сделать вот там что-нибудь, а в поле question она будет немножко по-другому переформулирована, да. Таким образом, мы сделаем статью, searchable, мы делаем статью, мы сделаем, мы добавим search word of, и статью можно будет найти как вот по, например, языку, который мы используем, да, именно название самой непосредственно, там, оптик, к примеру, да, так и чтобы можно было найти именно теми словами, которые клиент использует. Мы также пытались использовать search определенный, да, именно движок, который, умный движок, который будет парсить то, что пишет клиент, да, и выдавать какие-то статьи именно вот по тому, как написал запрос клиент, но в итоге мы пришли к тому после всех тестов, что это никак не сказалось, например, на объеме заявок, на том, как часто там статьи какие-то просматривались и еще что-то, и в итоге просто отказались от этого. То есть, если я ответил кратко на ваш вопрос, то стараемся делать статью searchable и по тем словам, и по другим. Спасибо за ответ. Спасибо. Давайте дальше. У нас вопрос хотелось задать Ларису, она прям руку так поднимала. Я напомню всем, особенно тем, у кого в камере сейчас выключено, если вы вот так руку поднимаете, то будет не видно. Поднимайте руку в зуме. Лариса, вам слово, ваш вопрос. Давайте. Я прошу прощения, что я не знала, что нужно, как поднимать руку в зуме, я теперь это поняла. Спасибо. У меня вопрос по поводу, когда вы на втором, по-моему, критерии рассказали нам, что столкнулись с проблемой, когда статья название имела не по бизнесу пользователя, не по тем вопросам, которые задает пользователь. Я так поняла, что статей у вас очень много, да, там что-то какие-то тысячи прозвучали, у меня мурашки побежали. Так вот, каким образом вы их переделывали, да, то есть вот у меня тоже сейчас проблема стоит, что, ну, очередная там, вот, что у нас статьи не по пользовательским вопросам, и нам надо их всех переколбасить, их очень много. И вот каким способом, то есть это прям вручную сажали специалистов, экспертов там, которые перерабатывали статьи или как? Ну, то есть, может быть, есть какой-то, какой-то суперинструмент, и вы сможете им поделиться. Спасибо. Спасибо, Лариса. Если говорить о каком-то суперинструменте, да, чтобы можно было так вот нажать кнопочку и сделать все хорошо, такого инструмента нет. Этим занимаются непосредственно инженеры, ну, то есть те, кто и пишут эти статьи. Да, у нас очень много статей, у нас 11 тысяч статей на данный момент, да, это было еще больше. Что вообще мы делаем для поддержания актуализации? Во-первых, когда человек приходит с каким-то вопросом, и на закрытие этого вопроса, на его решение, мы смотрим на статью, нужно ли ее актуализировать или нет. То есть, грубо говоря, к нам пришли с каким-то вопросом, мы нашли статью, и мы смотрим, она требует актуализации или нет. То есть, возможно, человек ее изначально не нашел как раз потому, что там был какой-нибудь старый эрорепортинг, к примеру, да, мы уже его поменяли у себя в продукте, поэтому человек не смог найти статью. То есть, во-первых, актуализируем на ходу. Во-вторых, все статьи мы тегуем, да, мы расставляем определенные мейблы, то есть, к какой версии продукта эта статья относится, какой она применима. И есть определенная, как бы, линейка, да, версий, которая сейчас нами поддерживается, какая уже считается неактуальной. Вот такие статьи, которые неактуальны, мы по этим лейблам отбираем, это уже можно сделать автоматически, например, с помощью кодискриптика. Вот. И их прячем, например, не просто удаляем, мы их прячем, то есть, делаем недоступными публично, чтобы люди, как бы, чтобы вот эти вот старые статьи, они как раз не захламляли search и не усложняли вот поиск нужной проблемы. Что еще? Например, баги, да, баги и продукты. Если вот завели баг, баг есть, нужно же статью прообретить тогда, когда будет бага решена. Для этого у нас тоже мы сами написали скрипт, который сопоставляет релиз ноуты наши и айдишники багов, которые в статьях и есть. И, соответственно, обновляет по определенному типу статью, да, грубо говоря, что вот этот баг по фикшен в такой-то версии, обновитесь. Ну, условно, да, что если вот говорить о багах. Каких-то таких специальных действий, да, из-за разряда, что вот у нас есть банч статей, нам вот нужно их актуализировать. Такого мы не делаем. Мы стали вот использовать скрипты, которые помогают архивировать статей, то есть избавляться от старых. Вот таким вот образом мы пошли. Раньше у нас было 16 тысяч статей, сейчас их только 11. Мы, например, стали смотреть, какие статей давно не использовались, не просматривались даже вообще клиентами. И статьи, которые не просматриваются условно год, ну, возможно, их смысл уже есть спрятать куда-нибудь. Не так, чтобы перманентно удалить, хотя бы спрятать, чтобы они не мешались. То есть мы пошли от обратного. Мы начали, в первую очередь, очищать базу знаний от ненужного. Но, безусловно, то есть надо сначала накопить вот этот вот стак статей, чтобы было много, чтобы было что очищать вообще, да, и чтобы уже этот вот костяк, так скажем. Анжелика, поняла. Спасибо большое. Меня как раз волновал вопрос, вот когда вы осознали, что нужно перерабатывать статьи, да, то есть вы просто по ходу дальнейшей работы получали инцидент, на его основании проверяли статью и, возможно, корректировали. Спасибо, да, это как вариант. Спасибо большое. Сейчас на самом деле у нас как вот, закрываешь заявку, и как бы каждая заявка должна быть закрыта статьей. Либо это существующая статья, либо новая статья. Если это существующая, то инженер должен как раз проверить ее на то, что все симптомы, которые упомянул клиент, там есть, на то, что решение актуально. То есть, грубо говоря, пробежаться и посмотреть, что она действительно то, что нужно и не требует никакой доработки. И да, возможно, там на первых порах это может занимать много времени, но на самом деле, то есть, например, 10-13 минут во многом достаточно на работу со статьей после закрытия заявки. Это небольшое время, и которое в большем дает больше плюсов, ну, например, да, то же, что клиент сам найдет эту статью, закроет проблему и даже не придет к вам с ним. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас за лучший вопрос есть подарок книга. Анжелика, тебе задача запомнить это. Я стараюсь. Вот, а остальным задача придумать этот самый лучший вопрос, вот, чтобы получить подарок. Вопросы есть, вопросов много. Я вижу еще руку. Пользователь с ником Рудякова хочет задать вопрос. Если вы готовы, давайте. Добрый день. Меня слышно? Да, вас слышно. Да, слышно. Анжелика, спасибо большое вам за доклад. Было очень полезно. У меня такой вопрос. Как у вас вот конкретно устроен сам процесс заполнения этой базы? У нас, например, часто бывает какая-то ситуация, в которой ты там делаешь задачу, в рамках которой в конце должен там заполнить эту базу, написать какую-то полезную инструкцию или что-то еще, но потом еще прилетает три срочных, потом еще ты работаешь на выходных или как-то это так приходит, а есть специалисты, например, которые менее загружены. Сталкивались ли вы с тем, что там один, грубо говоря, человек заводит, ну, как-то делает, решает эту проблему, второй ее описывает, или вы как-то по-другому решали такие моменты, когда нет времени на решение вот этих задач, на пополнение базы? Спасибо за вопрос. Такие случаи, когда человек один закрывает, к примеру, заявку, да, а второй пишет за него статью, встречаются в качестве исключений, очень редкие. И в основном это означает то, что первый человек не выполнил свою работу, и это соответствующе оценивается. То есть ряд KPI, личных KPI сотрудника, и, соответственно, первому человеку в этот KPI пойдет минусе за то, что он не сделал. Почему? Во-первых, если человек закрывал эту заявку, он, к примеру, вел ее от начала до конца, он в курсе всего, что происходило с ней, он в курсе всех симптомов, он в курсе всех технических аспектов, он, ну, то есть у него невозможно пока еще держаться в голове, и он, например, просто, ну, в телезаятке, да, там, каких-то заметных не оставил, он просто это держит в голове. И если переложить эту ответственность на другого человека, то он банально не знает всех этих нюансов, потому что он не делал ее от начала до конца. И, значит, статья уже не будет столь полной, она не будет описана все, что встретилось в этой проблеме. То есть будет потрачено зря то время, которое инженер затратил на решение этой заявки. Грубо говоря, не все детали запишутся, и следующему инженеру, который столкнется с такой проблемой, ему снова нужно будет тратить время на поиск всего этого. Хотя просто первый человек не задокументировал. Как мы решаем? Во-первых, мы все, то есть руководители инженеров, да, тимбеды, они всегда смотрят за тем, что они выделяют время инженеру на то, чтобы он написал статью, там, подправил статью после того, как закроют заявку. Это первое и основное, да, что нужно сделать. Почему сразу же после закрытия заявки? Потому что как раз все эти детали еще у тебя в голове, и ты не рассеряешь их. Все мы люди. Мы прекрасно понимаем, что иногда вот как раз ты только закрываешь какую-то одну задачку, тут же прилетает тебе какой-нибудь ургент, критичный, а САП нужно прямо сейчас это сделать. Человек переключается, но опять же, тогда задача менеджера, потом выделить ему время. Бывает и такое, что это происходит в конце твоего рабочего дня. И я на самом деле очень против того, чтобы люди потом задерживались после работы и что-то доделывали. Каким образом я это решила в своей команде? И потом, на самом деле, этот опыт перешел на другие команды тоже. Если человек закрывает, к примеру, заявку, в случае технической поддержки, закрывает заявку с каким-то решением и не успевает написать статью, он просто берет свой реплай, который он отправил клиенту, Ctrl-C, Ctrl-V в статью. То есть, чтобы эти знания не потерялись. Он может не оформлять ее прям идеально, просто чтобы сохранить тот knowledge, который он получит. Он берет Ctrl-C, Ctrl-V. А на следующий день, к примеру, или на следующий его рабочий день, уже в начале, к примеру, смены я выделяю время или другое телевидение на то, чтобы человек доработал эту статью на следующий день, не откладывать это через неделю или через две. Если говорить про ваш пример, где один человек делает заявку, делает задачу, а второй человек пишет по ней статью, это минус, это плохо. Такое может случиться, например, если заявку начал писать один человек, решать, да, один человек, почему-то не создал статью, и потом второй дозакрыл, и ему тогда приходится штудировать весь этот тикет, и все равно часть знаний может потеряться. То есть мы стараемся этого по максимуму избегать. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос. Хорошо, спасибо. Татьяна Гаврилова хочет задать вопрос. Руку уже давно тянет. Татьяна, если готова, задавайте. Слышно меня? Слышно, да. Спасибо большое. На самом деле, Анжелика, действительно прекрасный доклад. У меня такой вопрос. Но ведь есть люди, как известно, которые не умеют писать, они все понимают, как совака, а сказать не могут. Если у вас такие, были у вас такие случаи, или все-таки вы, когда берете инженера, то вы изначально, и он сидит на вот этой работе, это человек, который способен излагать свои мысли внятно. Спасибо, Татьяна. Наверное, из-за особенности технической поддержки, мы в целом, люди в основном, так или иначе, умеют излагать свои мысли, потому что им приходится общаться с клиентами. Но, безусловно, такие ситуации бывали. Вот, чтобы этого избежать, мы как раз создали темплиты. Это вот тот случай, где темплиты действительно могут помочь. Если у человека, вот он начинает создавать статью, у него тут же темплит, где есть три поля. Симптом, причина проблемы, решение проблемы. И мы даже не нужно выдумывать уже дальше. Ну, то есть, он, например, во время решения заявки видит, что клиент пришел с такой-то ошибкой. Ага, человек пришел с этой ошибкой. Это симптом. Перемещаем в поле симптом. Пока он решал проблемы, он нашел причину ее. Просто берем, переносим. Чтобы еще упростить процесс написания статей, мы ввели такую штуку, что мы не пишем, так сказать, полными грамматическими конструкциями, наверное, это так можно выразиться. Грубо говоря, используем принцип газет. Они не пишут заголовки, что там жили-были, то-то, то-то, вот так-то, вот так-то происходило. Они пишут кратко, емко. И у нас сложились тоже такие определенные принципы. Ну, то есть в процессе вот работы со статьями мы так, мы для себя выделили какие-то принципы. Ну, к примеру, как у нас реализован заголовок. Ну, имеется в виду, вот как люди записывают заголовок, как мы сказали к своим инженерам. Описание проблемы, например, сервис не стартует. Такой-то сервис не стартует. Двоеточие ошибка. То есть эти вот какие-то такие принципы, они сами собой выработались в процессе работы на статье. Спасибо. Хорошо, спасибо. Есть вопросы из чата. Стэн Лоу пишет насчет тотального документирования в итоге. не вызовет ли это засорение базы знаний? Это очень интересный вопрос. И здесь, наверное, немножко стоит углубиться как раз в КСС, в философию вообще всей этой методологии. КСС разбита, скажем так, на несколько стадий. И одна из стадий это то, когда вы максимально наполняете базу знаний. То есть прям вот максимально быстро старайтесь, чтобы статьи стали из внутренних публичными и все такое. И да, рано или поздно статьи какие-то могут устареть. И, как я сказала, мы для себя разработали такую штуку, как архиваторы. По каким-то критериям статьи выделяются и прячутся в архив. Как раз например, по тегам. Если тег стоит с еольной версией продукта, то эту статью нам уже имеет смысл спрятать, потому что мы ее банально не саппортим и не разрабатываем, уже не поддерживаем, не упускаем какие-то бакфиксы. У кого еще появляются вопросы, руки поднимайте, не стесняйтесь, а мы дальше идем по вопросам из чата. Александр пишет. Анжелика, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, бывают ли у вас проблемы, которые решаются долго, неделями, месяцами? Как вы обычно пишете статьи по таким проблемам? Постепенно все время работаем над проблемой или в конце, когда решение уже найдет. И второй под вопрос, насколько строго вы исследуете контент стандарта? У меня ощущение, что людей отпугивает множество правил, которым нужно следовать. Поняла вопрос. Начну сначала с контента стандарта. Мы не столкнулись с тем, что это отпугивает людей. Это наоборот проще. Как раз вот такой момент, что иногда люди не знают просто, что написать. ну вот они решили заявку, а смотрят такие, блин, а как ее вообще описать-то? Я как бы не понимаю, что мне нужно. А так он знает, что у него есть симптомы, нужно записать причину, там, проблемы, например, баг, даже условно, и решение. что касается первой части вопроса. Да, у нас бывают заявки, которые решаются долго, бывают, что они длятся месяц. Это все делается постепенно, именно во время работы над проблемой. Каким образом вообще максимально такой рекомендуемый принцип? Пришла заявка с какой-то проблемой, с каким-то симптомом. Вы ищете по этому симптому в статье, в базе знаний. Если вы не находите статью с таким симптомом, вы тут же создаете новую статью. Она будет в стадии ВИПа, она даже не черновик, это просто ВИП, это просто набросок. И берете этот симптом, туда помещаете сразу. Затем, да, вы там работаете над заявкой, у вас появляются какие-то новые симптомы, тут же берете, переносите. Лучше потом в конце работы над заявкой вы можете почистить какие-то список симптомов, которые могут оказаться на самом деле в конечном итоге не релевантными для вас, для этой проблемы. а так вы точно как бы если они релевантны, то вы их точно запишите. То же самое с решением или с причиной проблемы. Может быть такая ситуация, что вы работаете над какой-то проблемой, нашли решение, записали его в статью, а человек возвращается к вам и говорит, что не сработало. Окей, проблема. Мы удаляем это решение из статьи, дальше исследуем проблему, потом записываем туда новый. То есть это постепенный процесс и он необходим именно в таком ключе. Что еще важно, не нужно бояться создавать эти самые новые статьи. Если в конечном итоге каким-то образом вы придете к тому, что такая статья уже существовала, удалите эту. Вы ничего не потеряете. Главное, что знания эти будут записаны. Спасибо. Да, в принципе понятно. То есть действуем постепенно, постепенно вносим какие-то факты. Хорошо. Стэн Ло еще спрашивает в чате, а вы на этапе собеседования предупреждаете потенциальных сотрудников, что им придется писать статьи и делиться знаниями? Да, на самом деле да. Мы стараемся, скажем так, рассказать примерно, рассказать то, чем примерно человеку придется заниматься и говорим, что да, это нужно, вы будете писать статьи. И на самом деле мы настолько серьезно оценим вообще работу со статьями, с базой знаний, что это присутствует в критериях на повышение человека. То есть, ну, к примеру, да, когда человек приходит новичоком, джуниор, у него еще нету вот этих вот прав на то, чтобы сделать статью публичной, чтобы она была самым клиентом. То есть, да, он будет писать статьи, не просто может он будет писать статьи, новую базу знаний, но пока что они будут оставаться внутренними. Потом, да, он наберется экспертизы, наберется знаний в том, как вообще писать статьи в этой педологии, он получит, например, статус паблишера, то есть, получит пермиссии на то, чтобы делать статьи публичными. То есть, естественно, мы об этом, обо всем рассказываем на собеседовании, объясняем в том числе, вот что, да, в том числе в критериях на повышение у вас будет работа со статьями, будут там экзамены по статьям как внешне, так и внутренне. То есть, вот эта организация, Consortium for Service Innovation, они разработали экзамены на то, что те, которые подтверждают владение этой методологией. Вот, в том числе есть и такой критерий на высоких локалах. Понятно. Короче, на входе все предупреждены. Вот тут у меня тоже был интересный вопрос по митигацию рисков. Вы говорили, что часть людей просто решили готовы уволиться, либо не писать дискотину. Это был этап такой внедрения. Вот, а сейчас, получается, вы уже сначала на онбординге говорите и даже на собеседовании, что такой процесс будет. Хорошо. Габриэла пишет в чате. Добрый день, спасибо за доклад. У меня вопрос. Как вы следите за актуальностью статей? Как поддерживаете их актуально? Да, Лариса задавала этот вопрос. Действительно. Первое, что если к нам приходят с каким-то вопросом, то на закрытии эти заявки мы тут же проверяем статью на актуальность. Второе, мы идем во многом от обратного, то есть мы избавляемся от старых статей с помощью скриптов, архиваторов, по каким-то тегам, критериям, по просмотрам. Вот. И остается, соответственно, тот банч статей, который уже как минимум соответствует версии продукта, которую мы поддерживаем, которую мы разрабатываем сейчас. Ну а дальше, да, комментарии к статьям. Люди иногда, то есть сами оставляют какое-то там решение, да, к примеру, или там описывают, говорят, вот эта команда сейчас там на Debian работает по-другому, вот, убрали этот ключик, нужно поставить другой. Отлично, мы видим этот комментарий, мы тут же исправляем, то есть мы слушаем своих пользователей. Габриэл, надеюсь, на вопросы ответили, Анжелика, помните, да, вопрос лучший. Их очень много. Ну да, я помню. Вижу, вижу, камеру, вижу, да, человек с именем Соловьев, с ником, хочется дать вопрос, давайте, дерзайте. Меня слышно, коллеги? Слышно. Спасибо. Слушайте, Анжелика, спасибо вам за выступление, очень интересно было, вот, я знаю, что компания Плеск, это один из пионеров, Кассиев, мы тоже, пошли по этому, как мне кажется, по правильному, но непростому пути, и зашли по нему не так далеко, как и вы, поэтому мне бы хотелось опыта у вас перенять немножко, вот, или немножко лучше всего. Самый больной для нас вопрос на сегодняшний день, это как правильно формировать симптомы, потому что у нас сложилась такая ситуация, что, когда происходит кейс, на старте симптомы выглядят одним образом, ну, самое банальное, например, недоступен интернет, у нас, по-прочему, мы провайдеры, и для нас такой типовой случай, а когда начинаешь работать с этим инцидентом, когда находится уже решение, выясняется там куча подробностей, которые на старте совершенно не видны, и поэтому, если мы, скажем, эти симптомы, которые выяснены в итоге, поставим в качестве симптомов для self-user портала или там для инженера, то они просто ни о чем. Я не знаю, я понятный сформулировал? Да, я поняла ваш вопрос, мы над этим как-то долго думали. Первое, что мы делали, это да, мы старались максимально все симптомы записать, то есть те, которые клиент так или иначе может встретить, мы записывали. Что касается более технических таких симптомов, ну, например, вот там в нашем случае это ошибка в каком-нибудь логе, который там на что-то указывает, мы стараемся обычно тоже такое записывать. Это уже, наверное, скорее для инженеров, но из таких из рекомендаций, которые я могу дать, этот симптом должен быть желательно там одним, и желательно последним, чтобы вот клиент, когда он открывает статью, он видел сначала именно то, что он встречает у себя, то, что вот он, с чем он непосредственно сталкивается. Вот такие какие-то более технические симптомы нужны в основном для того, чтобы отделить одну проблему от другой, то есть, например, одну статью от другой, чтобы ее не спутать. И от этого на самом деле не уйти, что клиенты так или иначе будут к вам приходить. Так, сейчас по-другому самую мысль. Если клиент не поймет статью, он придет к вам. И вот это как раз то, от чего не уйти. Бывают такие проблемы, которые действительно можно найти и решить только с помощью инженерных поддержки. Если говорить непосредственно вот о симптомах, о симптомах, рекомендации. Сначала описывайте то, что видит человек, клиент. Потом, если нужно вам какой-то действительно технический симптом, что будет нужен в этом случае, прям вот необходим, запишите его себе там последним примером. И еще из таких рекомендаций мы стараемся убирать какие-то, как это сказать, траблшутинг, симптомы. То есть именно то, что давайте так лучше на примере объясню. Какая-то там ошибка не работает, не знаю, пусть будет сайт не работает, да. А выясняется все это в итоге тем, что недостаточно памяти на диске. Ну, условно. И вот симптом фри минус H, да, он там покажет, что там мало места на диске. Вот это вот траблшутинг-симптом. То есть человек не придет к вам с этим. Он не запустит команду, не скажет, узнает, что у меня мало места на диске, что делать. То есть мы стараемся именно описывать ошибки, описывать какие-то вот визуальные вещи, которые человек может заметить. я надеюсь, что мне получилось как-то объяснить. Ну, давайте, да, очень хороший ответ, хотя, честно говоря, я не еще понимаю, как двигаться человеку, который получил 502-ю ошибку от Apache, дальше вот по этим симптомам. Но все-таки, чтобы была польза какая-то, вот на один кейс от пользователя может быть очень много статей. У вас сколько в среднем? Можно ли какую-то цифру назвать? Скажем, на один кейс у вас приходится 5 статей или 25? Как у вас получилось? А что вы подразумеваете под одним кейсом? То есть мне сюда нужно будет подряд до 502? Да? Ну, например. Да, это такой хороший момент, который нас так или иначе аффектит. Стараемся разделить статьи между собой по симптомам. Это вот то, что мы делаем. То есть, да, понятное дело, что там в каждой из этих статей будет присутствовать 502 ошибка, которую пользователи видят. Но стараемся каким-то вот где-то логами, где-то может быть там какой-то дополнительным симптомом, который вытекает из этой проблемы. Например, что человек, зачем мы это делаем, да? Человек, если увидит эту статью, он видит там еще второй симптом, он может пойти его проверить, потому что у него там страничка какая-то не открывается, к примеру, или там, что у него версия, там в ПХП-логе какая-то ошибка. То есть полностью от этого не получится избавиться. Ну, то есть вот на 100% что вот только то, как видит клиент. Как раз из таких вот проблем. Это исключение скорее из правил, чем правил. Старайтесь разделять статьи симптомами. Вот именно ищите до тех пор, пока вы не сможете эту статью отделить от другой чем-то. То есть у вас какая-то иерархия симптомов есть? Нет, я не назову это иерархией. Это иерархия симптомов. Это вот скорее привязано к каким-то таким уникальным проблемам, уникальным ошибкам. Ладно, ладно, я не буду у других премио брать. Спасибо за ответ. Я, наверное, пользуюсь. Спасибо. Вопрос хороший на самом деле. Вот Анжелика советует дополнять какими-то логами или как-то пытаться отделить одну 502 от другой 502. Есть еще вопрос в чате. Дмитрий Матвеев пишет. Было упоминание о том, что есть специальные тренера для анбординга. Они на full-time или на how much time работают тренерами? Откуда вы их берете? Это тренера, которые работают на full-time. Это люди, которые числятся также в департамент технической поддержки, просто они занимаются именно education. Откуда мы их берем? Насколько мне известно, оба из них, все из них выходцы из технической поддержки. То есть люди были в технической поддержке, получили много скиллов, потом возникла необходимость в каких-то там тренингах, и эти люди перешли в тот департамент, то есть выходцы. Естественно, у них обязаны быть знания по продукту, потому что они пишут по ним тренинги. вот. Я имел в виду, что насколько такие люди, ну, насколько вам просто находить таких людей, то есть все хотят это как повышение, или наоборот люди не хотят этим заниматься, и вы их как-то уговариваете? А у нас сейчас как-то нет такой необходимости. То есть когда была такая необходимость в тренерах, эти люди сами нашлись. То есть сейчас нет такого, что все хотят стать тренерами, еще что-то. Если человек такое желание изъявит, ну, хорошо, мы дальше будем с ним работать как-то в этом направлении. не сталкивались с той проблемой, что люди хотят, не хотят, как-то я разно-массово. Спасибо. Спасибо. Александр интересуется, какие у вас критерии для перехода статьи из интернала в паблик? Несколько моментов. Сейчас мы разработали для себя такую штуку, как реюс статьи. Что именно происходит? Создается новая статья. Она живет какое-то время, потом она набирает три других реюза, то есть ее использовали в трех других заявках, закрыли. Мы считаем, что статья такая достаточно провалидирована для того, чтобы быть опубликованной. То есть за вот эти три реюза дополнительных, которые она проходит, мы считаем, что мы полируем симптомы, полируем решения. Если нужно, мы оптимизируем возможно, еще что-то. И что после этого мы можем уже это знание публиковать. Есть опять же исключения. Не бывает правил без исключений. Ну например, какие-то массовые драйвера бак-продукты. То есть ну к примеру осевой какой-то баг и он безусловно нас как-то аффектит и много пользователей с ним столкнутся. Мы не ждем этих трех реюзов, потому что мы знаем, что это массовая проблема на огромном количестве серверов. Мы тут же публикуем эту статью. Спасибо. Спасибо. Понятно. Друзья, у нас поднятых рук нет. Вопросы в чате тоже закончились. Мне кажется, дискуссия получилась отличная. Просто завалили Анжелику вопросами тем, потому что животрепещущие. Ну настало время выбрать самый лучший вопрос. Кто этот счастливчик? Кому уйдет подарок виде книги? Анжелика, давайте. Я знаю, это очень тяжело. Вопросов было много. Вопросов было много. Многие были прям очень такие интересные. Некоторые вещи, на самом деле, я действительно хотела о некоторых вещах рассказать в своем докладе, но понимала, что время уже просто не позволит, и я их опустила. Тут люди как раз интересуются этим. Какой запомнился? Больше всего запомнился, может быть, тот, который запомнился, он, наверное, и как-то запал, и, наверное, такой самый лучший. Наверное, мне запомнился вопрос от Ларисы про то, как поддерживать статьи актуальными, как вообще вот эти 11 тысяч статей всю эту массу держать up-to-date. Я думаю, да, это Лариса. Хорошо. Спасибо. Мы Ларису поздравляем, Ларисе специальный подарок, книга от нас за лучший вопрос. Ребят, предлагаю эту дискуссию закончить, можно дальше присоединиться к конференции, смотрите, там еще есть масса интересных докладов. Всем хорошего дня, давайте вперед за знаниями дальше на конференции. Все, пока-пока. Пока, спасибо.